народ выбрались на террасу наконец-то она все-таки открыто она здесь есть смотрим обзор очку этого интересного волшебного потолка слышим звуки птиц вот он какой сказочный лувр скажу так была уверена почему-то что лувр это только картины потому что видела фотографии из парижа но здесь лувр это и карты и золото и статуэтки и конечно же картины тоже это вообще что-то такое волшебное некоторые шутят что все ненужное в мире свезли в этот лувр он не правда мне было очень интересно наблюдать смотреть так что смотрите ставьте лайки но рекомендую конечно же побывать самим в этой чудесной волшебной сказке вот еще раз приблизила снимаем великолепные цвета очень надеюсь что камера хоть немножко передает только что ко мне женщина подсела ну как в двух метрах говорит ох прикольно какой у вас тату у меня просто тейпом заклеена рука что плечо травмированная грудь это не тату это тейп я сниму скоро через пять дней говорит нет не снимай красиво так такие люди дружелюбные класс показываю мою тату да тейп мой тату шикарная ну да не буду снимать не буду очень даже ничего ребята тут был дикий челлендж на китуле спускаешься вниз а потом идешь еще идешь тебя направляют security странно властинка для луврака ухты а ну вот в принципе челлендж закончен хох i'm done вышли мы с бережка сейчас сказали еще две комнаты посмотреть надо два объекта засниму вам панорамку этой красоты уже посидела поймала интернет отправила фотки лувра знакомым все пишут как по-ишски интересно хорошо идем смотреть другие выставки фонтанчик выставка фонтанчик это просто фонтанчик выставки видимо дальше значит я потерялась и людей нету ничего посмотрим лувр какой он походим по нему ой птички поют вообще класс а может это есть такая выставка лувр абу-даби семнадцатый год да только открылся он молодой такой лувр совсем еще дитя так направо пойдешь налево пойдешь мы слева пришли написано continue your visit продолжайте свой визит о боже мой идемте сюда и людей как-то нету а вас ты не удивляет меня что удивляет и под напрягло уже маска уши отдавила в общем все прелести красиво красиво понаслаждаемся постоим терраса вход на террасу пойдем на террасу пока меня не перехватили не знаю можно не можно не понятно вообще сейчас поднимемся выходим на террасу поднялись людей нет крыша лувра здесь непонятно мне это ага ну виды красиво открываются вот оттуда мы пришли интересно если бы нельзя было посещать думаю была бы закрыта терраса ага ну виды посмотрим ничего ооо красиво как красиво красиво небоскребы мостик заливчик флаг эмиратов оказывается где входил из туалет там и был вход в выставочные залы господи это наверное уже инсталляция или я все еще не понимаю искусство врезалась в дверь врезалась в дверь врезалась в дверь оттуда означает что сказали следовать черным точкам как матрицы следую за белым кроликом это из силикона вся штучка сделано эти вот треугольнички это солнечные лучи можно заходить внутрь дети ходят я только что так в дверь врезалась что похоже мне надо будет тейп на правое плечо теперь клеить где три штучки можно заходить по моему где одна штучка черная нельзя заходить люди ходят повторюсь я в дверь так врезалась я уже не хочу никакой инсталляции ну ладно пошли давай зайдем вот я близко подхожу здесь нельзя проходить ясно отходим значит наоборот где три штучки нельзя заходить я уже запуталась сушки не пойду я никуда здесь одна штучка да нет здесь тоже 3 сходи из силикона давайте я вам покажу потрогаю вот из силикона она состоит когда будем выходить попробуем пройти то что-то мне эта игра уже не нравится в прохождении они на я уже поняла да где одна штучка значит тут есть такой проемчик видите здесь уже нет нет силикончика можно пройти и вот прямо можно прям выйти а вот еще здесь силикончик есть здесь нет то есть нужно просмотреть нету силикончиком да будьте осторожны кстати снова лайфхак от училки в ливре холодно я в шапке я поела я в шапке мама не волнуйся и в кофте потому что мы из сетей силиконовых я так понимаю уже современное искусство пошло честно яркие краски очень нравится и напоминает такой базар чик всяких специй в египте в эмиратах в турции называется палитра в сорок третьем году это создана и до сих пор цвета таки интересно прикольно идемте посмотрим что дальше тоже видимо современное такое искусство до современный срок третий год полечка не мочи есть картина 2002 года есть восьмидесятых ой что это такое синий квадрат интрига бешеная сейчас подойдем посмотрим не очень похоже на синий квадрат или просто персонал постебался что вон это такое dark blue панель да черно-синяя панель какая-то написали квадрат черно-синий давайте посмотрим смотрите практически мальевича показали котом другой художник мне квадрат кажется зеленого в общем интересное искусство мне такое даже больше нравится напоминает грамма зеку немножечко нехорошо стебаться направо не знаю что это даже не знаю что вам рассказывать просто сами смотрите луру очень нравится есть все на вкус и на свет и есть также на и на цвет и очень много детей дети ходят с планшетиками фото и с телефончиками снимают но уже какое-то привлечение ребенка к искусству это мужчина смотрит надо пойти посмотреть тоже блин дорогие мы увидела надпись что это ван гог уже обрадовалась думаю ван гог какой какой-то зеленоватый для меня и вообще не разбираюсь темноватые какие-то краски для этого ван гога потом подошла внимательно присмотрела называется просто ван гог в ландшафте что ли и фрэнсис бэйкон дублин дублин 9 мадрид 92 непонятно мне это пожалуйста люди которые разбираются прокомментируйте что это не ван гог то это фрэнсис бэйкон картина самая интересная такой интересный цвет и краски люблю такие темные зеленые болотные краски я целью любых французская картина год не пойму то ли двадцать восьмой то ли пятьдесят седьмой сейчас посмотрим что здесь действительно написано франция двадцать восьмой а что такое 67 не ясно вот и знаете она напоминает мне студента учиться онлайн что тут дальше у нас не буду комментировать потому что нехорошо стебаться на чужим искусством напоминает мне лимонку гранату в конце соковыжималку может так было задумано вот углу император мне все императоры напоминают соки выжималки выжимали не знаю до прилично это вот куда мужчина втыкал сильно прямая почему он втыкал это работа девяносто семього года японского художника не знаю скульптора вообще не пойму что это называется корреспонденция корреспонденция в общем никаких у меня представлений корреспонденция письма что ли мне непонятно вот наверное так и чувствует себя человек когда заходит в лувр ему сказали нужно идти а он не совсем понимает искусство называется это все корреспонденция зал подходит концу картина не знаю картина состоит из квадратов и прямоугольников я не думаю что это картина но оказалось да смотрим название оригинальная композиция голубого красного желтого и черного название логичными картину василия кандинского только что встретила моего друга виталика семьей они тоже варяне живут сказал по идее посмотри картину василия кандинского вот смотрю с вами делюсь картину я назвала знаете animation happy birthday простите что так стебусь но просто вот картина василий кандинский классно очень живая как называется господи аккорды какие-то ну прикольная штучка вот смотрите это ухо оторванная да мне кажется вот от ван гога немножко это happy birthday будто бы всякие такие конфетишечки падают масочки ну вот смотрим теперь могу сказать что мы видели картину василия кандинского очень круто ребята ставьте лайки надеюсь видео вам понравилось про лувр если что извиняйте не музейные человек что вам нужно сделать если вам понравилось прежде всего поставить лайк второе приехать сюда в абу-даби и посетить лувр обязательно с вами была училка физкультуры в эмиратах подписываемся комментируем всем пока